Добрый день, уважаемые землетельцы! Мы представляем компанию Урожай 21 век. Я являемся самим производителем икроэлементов, регуляторов роста растений. Наш завод расположен в городе Азове, по улице Глубы, 42. Можете приехать, посмотреть на наши реакторы, на наше производство. Сходящий состав ЖУСа, а что такое ЖУСа? Жидкий, удобрительный стимулированный состав. Микро-макроэлементы и помогают нашим растениям получать урожай. Сходящий состав ЖУСа, легко доступный азот фосфоркалий, помогает нашим растениям. Азот способствует образованию органического вщества, регулирует рост эффективной массы. Фосфор отражает контроль за обменами процессами, является источником энергии для них. Калий способствует нормальному течению фотосинтеза. Придвижению и образованию углеводов, сахаров, столья картофеля и овощных продуктов наиболее актуальны. Все дело в том, что наши фосфор, азот и калий находятся в легко доступной форме для растений. И попадая в растения через лист, попадая через клетку, он активирует астматические процессы. То есть растение берет из почвы те макроэлементы, которые там усвоятся, более эффективно. То есть законно заразать, как он действует. Значит, входящий в состав жусокомплексного мезоэлемента повышает урожай и его качество. Кальзин стимулирует рост растений, корневой системы. Магник повышает интенсивность фотосинтеза и образования хлорофилла, пептина и фитина. Магник повышает окислительно-восстановительные процессы. Сера играет роль в окислительно-восстановительных процессах, в активизации ферментов. Синтеза и белком участвует в синтезе хлорофилла, входит в состав аминокислот. Далее опишем полезные свойства микроэлементов, входящих в состав линейки жусок. Серебро. Наше серебро находится в ионной форме. Не в коллоидной, не в металлической, а ионной. Поэтому оно мгновенно проникает в растение. Даже были примеры, когда дождь прокалил через 15 минут после обработки, и наше серебро оказывало эффект. Такой эффект дает растение для серебро. Участвует в синтезе ферментов, витаминов, гормонов, регуляторов, энергетического обмена. Дает надежный, обеззараживающий эффект. Обладает фунгицидной активностью. Блокирует развитие гнилистом микрофлоры. Устраняет неприятный запах. Покрывает в шесть клеток растения. Это элемент холодности. Благодаря ангибируемую пиосинтеза этиленового растения. Как происходит действие на патоген? Ионное серебро, попадая в клетку микроорганизма, прекращает деление клеток. То есть микроорганизм больше не размножается. Это является его преимуществом, как другими препаратами. Единственная просьба, применяя наше серебро, не забывайте о применении других фунгицидов. Нам эзистентность не нужна. То есть оно ввели за всю систему. Полностью заменить применение одним серебром фунгицидов нельзя. Значит, серебро входит в состав ЖУС-Аргентум Акра и ЖУС-Аргентум Дуа. ЖУС-Аргентум Дуа, помимо серебра, еще и имеется ИОА-Амидь. То есть небольшое количество верей, которые усиливают фунгицидный эффект. По чем работает ЖУС-Аргентум Акра и ЖУС-Аргентум Дуа? Он работает против возбудителей настоящей рожной мущества росы, рисоктаниоза, фитоспороза и других пятнистости листьев, трахевомикоза, фазариоза, мефицелеза, филта и других видов угадания, видов парши, альтернариоза и гладоспори, и других видов пятнистости листьев, возбудителей стерой и других гнилей, саншестые грехов, пеницилла фузариума. Значит, в борьбе с вирусами это практически единственное средство, также с мекоплазмами, а также с такими организмами, как протоплазмы и фитоплазмы. Это внутриклеточные паразиты. Недийский ботанический сад, федеральный госучреждений, который в Крыму находится, нам это уже провел испытание и доказал, что по фитоплазмам и протоплазмам у серебра есть эффективность. Значит, что еще хотелось бы сказать про серебро. Ионное серебро помогает нам прийти к такому новому методу хранения, как годное хранение овощей. То есть оно убивает ботогены, которые есть на поверхности, а находящиеся ионы воды, в воде ионы серебра, растворенные, помогают нашим растениям не стареть. То есть при обыкновенной температуре до 2-3 месяцев можно продлить хранение овощей. Да, водный раствор, ионный водный раствор. Это нам тоже рассказал Никистский ботанический сад об этом. Я немножко укоротил, что сказали, что у тебя есть на 5-7, поэтому сейчас у тебя прыгаю дальше. Борьбец бактериозы. Что такое бактериозы? Выкортофильмозы, значит, что такое бокрая в ней. Она у нас вызывается как раз именно бактериозами. То есть фунгициды, которые мы применяем, работают только по грибам. Фунги, грибы, цида, суббиват. У нас бактерицидное действие также имеется. Особенно бактериоз хорошо, вы знаете, когда происходит смена, то есть транспортировка разошла, положили склады, достали склады. В это время бактериозы начинают сильно прорастать и начинают даже иногда течь. Учитывая, что здесь занимается семеномостром контор, то хотелось бы порекомендовать также против вирусов, микопласт, тротопласт. То есть, то, что оно дальше не будет. Следующий элемент питания – это кремни. Выполняет удивительно большое количество функций жизни растений. Особенно важен в стрессовых условиях. Активизирует гидрохондриальный обмен. Роль кремния может сравнить с ролью вторичных органических метаболитов. Двигаемся дальше. Значит, мы теперь говорим о микроэлементах, которые сходят в состав жутко-комплексного и также есть монохилаты, которые содержат отдельные микроэлементы. Андрей, а по чему не надо бы еще вопросов? Так, ладно. Ну, значит, здесь хилатожелезо маркан нацинка меди-кора. Так, про аминокислоты, которые и фумикс уже сказали, ходит сходевая кислота, но с данным нормального роста развития зародыша, трейдерлинмассовая кислота, которую у нас держат гуссы фумикс, известно, как ангелина. Ну, то есть, кроме того, в фумикс ходят киберлин, ауксины, фульмокислоты, цитокинины. Еще хотелось бы вам сказать про испытания в Беларуси, которые были проведены на картофеле. Значит, прибавка от фумиксов составила 16 центнеров гектара, комплексного 35 центнеров гектара. По выходу крахмала кумикс 3,6 центнеров гектара в переводе на крахмал, комплексный 11,2 центнеров гектара в переводе на крахмал. Испытания проводила Белорусская Азербайджанская Академия. Продолжение следует... Продолжение следует...